Нет, люди добрые, это семья Жрунов. Мама, ты куда отставила? Я не хочу больше. А куда это будет? Алла, доедать придётся? Нет, я не могу. У меня тут диетический стаканчик начнет. Женя! У тебя мороженое? Да. У Аллы мороженое. Кошмар, даже я себе наложила. Ну, ребят, ну что это такое? А началось всё с неё. Что, мороженое? Будьте мороженым. А как же? Мясо там мороженое, мама. Да? Конечно, с морковью. Но всё равно, Алла, в твой стакан придётся перекладывать. Макароны бабушкины. Да перемешай с макаронами. Не говори, Алла, выложи из стакана. И спачкали тарелку, и спачкали ложку. А говоришь, есть хочешь. Мам, всё из-за тебя. Да. Все блохи в доме от тебя, мама. Слышь, мама, все блохи от тебя, говорю, в доме. Женя пьёт. Женя пьёт. Женя ест. Пьёт Женя. Женя пьёт. Вот так, ребята, а вы говорите. Это какой-то ужас. А вы знаете, что она делает? Она звонит Маше, она зовёт Машу. Борис говорит, гимнастки по ночам не едят. А Алла говорит, ещё как, говорит, хомячу. Мама, оставь Борисова пиво. Мама, тебе нельзя пиво. Да ставь тебе пиво на место. Какой голос. Не говори. Я первый раз такой у него голос слышу. Завтра будут писать, что бы бабушке пиво не дали. Мама, тебе квасу налить? Хватит бухать. Тише, 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 тише. Видите, что делается? Ты уже даже эти шмутки теряешь. Мама, держи себя в руках. Нельзя за пиво продавать честь. Мама, нельзя. А ты уже готова даже Борису за пиво кофту свою отдать. Он бы взял, но он не может лишить себя пива. Ты, Маша, позвонила? Что? Ногрею. Спускается. Спускается? Конечно. О, семейка Адамс. Точно, семья ночных жирушек. Едим круглосуточно. Размножаемся днем. Неужели правда? Неужели правда? Это тоже вот получила третий раз свою еду. Смотрите, что творится. Маша голос слышу. Маша! Маша! Ты кушать? Да. А ты кушать хочешь? Хочу. Маша, а ты точно демнастка? Скорее нет. Я не хочу кушать, но я хочу с вами посидеть и покушать. Ты есть не хочешь? Не хочу, но хочу. Не хочу, но хочу. Не хочу, но хочу. Ой, ребята, ой, ребята. Ты есть будешь или нет? Молода. Наешь. Спасибо. Маша, ты уже в ночной маске. Маша, ты уже даже в ночной маске. Мать тебя разбудила? Нет. Прямо. Прямо. Приятного аппетита. Спасибо. Я не могу. Мы сейчас поржали тоже немножко. Я подвинула к себе орешки. Борис говорит, все, орехи пошли в ход. Маша говорит, да, потом семечки. Я говорю, а потом чай со сладким. Она ура, 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 ура. Алла сидит и говорит, а не, Борис говорит, я боюсь за вас. Я боюсь, вы, говорит, так едите. Алла говорит, что ты боишься, говорит, мы едим, а пузо у тебя. А она говорит, вот я за это и боюсь, что пузо у меня, а вы едите. Утро начинается, начинается. Так, всем делаю солнышки. Нарезала заготовки, вот уже даже жарю. А это Борис, яичница с колбасой. Он одним солнышком не наедается. Что-то я вновь говорю, под форточкой спала. Так что, ребята, я уже у Мартена. Я уже готовлю. Такс. Такс. Не уронить бы ничего. Так, здесь что? Здесь еще жарится. Так. Двигайтесь. В четыре руки. Знаете, как на фоно играет? На фортепьяно. В четыре руки. Вот и я. В четыре руки. Правда, у меня своих только две. Но я думаю, скоро у вас тут. Как работа на кухне, кто был в пионерском лагере, начинается с самого утра. Вот так же и у меня. «Музыка» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я, говорит, в беседке в телефон играл Ну, а мы тут готовим Вот вы говорили, показывайте лучше, как проходит ваш день Вот так мой день начинается Вот так Не больше, не меньше Это встал только Борис Сейчас проснутся Алла, Маша и мама Надеюсь, мы успеем с Борисом просто выпить кофе И позавтракать Хотя заготовки для завтрака Аллы и Маши у меня тоже готовы Так, вода в чайнике закончилась Нужно набрать Вы хотели мой день? Хорошо Сегодня я буду снимать свой день Только себя и больше никого Если вы посмотрите мой день Но вы должны понимать, что день на день не приходится Иногда бывают дни Как это сказать? Когда мало что делаешь На сегодня день будет, когда много все делаешь Вчера съели всю еду, которую я готовила на 2 дня Съели за один день Сейчас делаю еще одну заготовку для Маши Солнышко И все Иногда бывает до такой степени смешно Пока вот все делаешь Пока все подготавливаем Начинают спускаться, подтягиваться к завтраку Ты понимаешь, что ты позавтракать не успел И тогда твой завтрак, который ты хотел съесть Потихоньку, один Уплывает тому, кто первый встал Потом думаешь Ну все, сейчас я точно успею Нет? Потом появляется еще кто-то А потом еще кто-то А потом тебе говорят А что ты делаешь? А ты ничего не делаешь Ну, так бывает редко В моей семье Когда думаешь А что ты делаешь? Ничего не делаешь Но иногда получается так Что завтракаешь После всех Я надеюсь, что сейчас все получится Но надеюсь, сейчас все получится Оба, садись Дверь в дом не открывай Дверь мне не кнопай И все-таки он пошел в дом И все-таки он пошел в дом Потом застилаем Потом застилаем И уф, кажется мы сели Эх, солнышко сварилось Я люблю жидкое Пока для всех все сделаешь Солнышко жидкое Точнее, солнышко уже сварилось Ну ладно Оставь, сядь поешь Иначе сейчас все одновременно встанут А мы их опять положим А? Мы их опять положим Положим опять их Я даже не сомневаюсь Что мы их положим И еще прибавим туда Спать Точно Не греми, Люба, ложка Это не культурно Буду греметь Буду греметь Буду греметь Погреми еще чуть-чуть Тебе нравится? Да Я знала, что тебе нравится А вот что ты сел Плюхнулся за стол Когда у тебя там кофе стоит Я ваю Понимаешь, что у меня Под ложечкой сосет Когда ты здесь А кофе там Понимаешь? А ничего, что я причесаться не успела Как? Ты знаешь, я на кого похожа по утрам? На кого? А помнишь, у обезьяны было полно детей? Вот она вот такая вот Вся блохмаченная Я угадала с колбаской? Да Не всегда получается вовремя включить камеру Вот у меня вторая партия Подъедает, сидит завтрак Вот, видите? Маше сделали солнышко одновременно Четыре солнышка я делала Потом Маша подошла Галина Павловна ест кашу с чаем У Маши квас Так что А я сейчас пойду посижу на качельках Сол Борисный, да? Две минутки Вон они там сидят Борис и Аллочка Общаются Ребят, смотрите, как устроились вдвоем Разложили качели Бабушка и внучка И наслаждаются Да А я вам хотела, ребята, показать не это Я вам хотела показать свое чудо У меня распустился дельфиниум Смотрите, какая красотища Вот моя рука И вот такой вот цветок Ажурный Набитый Вот такой И вот такого сиреневого цвета Я все время говорю Вот такой, вот такой Ну, правда, он обалденно красив Он изумительно красив Решила пройти посмотреть Отцветают у меня здесь мои вот эти пушистые розы или нет Но пока вот он держится Вот такой вот огромный Белый Такой красивый Такой чистый Вот Девственно чистый Я бы так сказала Вот этот бутончик тоже распускается Надо его сделать попрямее Сейчас я поправлю эту палочку Чтобы было ровненько и красиво Чтобы вот так вот он не свисал У меня длинных палочек, к сожалению, нет А еще, ребята, у меня активно зацвел клематис Цветы Небольшие Стандартные для клематиса Вот такого красивого цвета Это Этот же клематис цветет Просто он, видите, как расположился В эту сторону И в эту сторону А здесь я уже даже не помню Какого цвета должен быть клематис Здесь же он другой И листья должны быть другие Но это пузырчатые листья Значит, вот такие, как те А этот увидим чуть-чуть попозже Ну и, конечно, обалденный букет Изумительно красив Жаль, нельзя передать аромат Ну и новые ростки Идут в рост Наша незнакомка Я вам вчера ее показывала Гортензию Гортензию вчера поливали Видите, как она Повесила свои головки На солнышке Потому что она любит полутень Пройдет время Солнышко уйдет Спрячется И гортензия поднимет Свои головки Пока Женя ищет лягушек Хочу посмотреть Как там кошка с котенком поживает Я уже, по-моему, дня два не подходила Не смотрела Может быть, ушли Может быть, и живут Вот, видите Где мы поставили миски А вот где кошкин дом А что-то их здесь нет, по-моему Что-то я их не вижу здесь Не вижу И в травке не вижу И в домике не вижу Может быть, кошка и увела котенка А, нет-нет-нет, ребята Вот она Она лежит в прохладе Вот она Видно? Вот она, кисонька В прохладе лежит И зашипела на меня Но она защищает Катюшечку свою Я пришла посмотреть виноград Ребята, смотрите 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 У меня ягодки винограда Прям настоящие-настоящие Посмотрите Классическая гроздь Ребята, я такую штуку у Аллы увидела Да, но мне надо, чтобы он за мной следил Слушай, мне нравится Но он тяжелый Он тяжелый Он тяжелый, да Слушай, хорошая штука А дорогой, да? Семь Семь Очень дорогой Да что же таки Вот эти вот все штуки дорогие А если я буду тык-тыкать Так плавненько Ой, мама Мама Ку-ку Ку-кушки Ну, ребят, мы просто играем в эту штуку На кнопочку жмешь, он сам регулирует Туда-сюда Он еще может перевернуть на тебя телефон А что надо для этого сделать? А вот под этим пальчиком Тык, один раз По-моему Не помню Нет, вот это, наверное Я так и знала А, нет, это вертикальная съемка Еще раз Тык Значит, попробуй один раз на курок нажать На курок? Нажала И ничего не происходит Ничего не происходит Значит, где-то Где-то, может быть, вот здесь под рукой Я уже не помню Я давно им пользовалась Там уже ничего нет Куда-то не туда ориентируется Меня не видно Ой, игрушка какая Точно Как я люблю все эти гаджеты Гаджеты Ребята, вы куда? Вы куда? Вы куда? Эй! Ребята! Ой, как интересно! Ой, туда не надо! Хорошая игрушка! Люблю такую! Немножко походила, посидела с мамой Так, после завтрака Вот это все осталось Это все убираем Посудомойку, когда придет Борис Ставлю пока сюда Здесь у меня засушенные листья Надо их убрать будет в стол, чтобы не мешались И хочу сейчас сварить очень легкий супчик Без мяса Знаете, рисово-картофельный на зажарке Лук и морковь Сейчас это и буду делать Так, сейчас вот это уберу в посудомоечную машину У меня одновременно Отпаиваются орхидеи Сейчас они постоят Замоченные минут 20 Вот уже корешки зеленеют Вот эта орхидея у меня не пересаженная Она вот так и цветет, и цветет, и цветет И доцветает Уже даже отцвела А здесь вот начала И вот здесь вот начала Доращивать бутоны Не знаю, дорастит или нет Вот, но пока я ее не трогаю Вот такая вот у меня красотулька И вот еще что хотела сказать Я не знаю, ребята, я показывала или нет Это из тех шести орхидей Которые мне покупала Алла В Леруа Мерлен По-моему, в Леруа или в твоем доме Не помню уже Вот смотрите Вот так вот она красиво цвела Я не знаю, какой сорт Сорт не был написан Она была вот такая Вот такие были все цветы И вот последние цветы она дорастила А они стали вот такими Вот этот бутон И вот этот бутон Видите, какого Но здесь она, правда, еще доращивает бутончик Я не знаю, будет, не будет Я как-то не обращаю на это внимания То есть, получается, вот эти бутоны Магазинного цветения Хотя я не считаю, что вот эти последние бутоны Это мое домашнее цветение Я тоже считаю магазинное Но последние вот дома Они уже вот такие Так, на ветке вроде как ничего нет Вот вроде почка Ну, она проснулась и засохла Я думаю, что это все отцветает потихоньку Так, что я тут увидела на листе Я их все протравливала А, нет, это давнишняя ранка Видимо, так купили Они все протравлены от насекомых Они все чистые Они все хорошие И еще, ребят, знаете, что меня смущает? Я просто не знаю, что это такое Вот, смотрите, растет из центра Вот такой лист Он очень долго растет Ему, вот как Алла покупала орхидеи Вот столько времени он начал показываться Я даже думала, что это будет цветонос из точки роста А сейчас я уже даже не знаю Потому что вот там внутри Я не знаю, что Мне не видно Это нужно разглядывать под лупой Я не пойму То ли это лист А под листом все-таки цветонос из точки роста То ли это просто лист Ребят, не знаю Разглядеть сейчас не могу Вот, но лист Смотрите, какой Видите, какой Не знаю, видно, не видно Здесь такое освещение Сейчас повернуть попробую Вот, видите, какой лист Смотрите Лист на ножке И что здесь будет Вот лист на ножке И что там растет Я не знаю Будем с вами смотреть Может быть, кто-то из вас знает Что это такое Я не знаю Я не знаю Может, это так лист растет Может быть, действительно будет Детка Может В общем, не знаю, короче, даже что Это вот на этой моей орхидейке Сорт не знаю Но она очень-очень красивая Вот такая Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 Представляете, ребят, смотрите. Здесь и белая, и красная, и какая хочешь. На кухню не загонишь. Марш, на кухню. Ох, ты же ее обернете. И что мне с этим делать? Есть. Понятно. А мне что с этим делать? Это только половина. Ты не там собираешь малину. Малину надо собирать с другой стороны. Ягода малинка? Ребята, я еле-еле вот... Я практически не успела. Практически я не успела. Посмотрите, какой красивый получился супчик. И он легенький. Он ароматный. И он очень-очень приятный. Ни грамма мяса, ни грамма косточки. Только на пережаренных морковке и луке. Добавил рис, картошечка, сушеная зелень, соль, немного сахара. И все. И вкуснота. Ребята, это невозможно. Топтались, топтались сейчас друг около друга. Это вечно тряпочку сносит. А этот вечно мешается, где-то стоит. Если ты перестанешь вставать на пути, то и расширять не надо будет. Да-да-да-да. Ты как встанешь, так сразу здесь на кухне никому места не хватает. Ты вставай куда-нибудь в угол. Вы тут постоянно едите. А ты тут что делаешь? Интересно. Это кухня. Люд, а Люд, а Люд. Деревня. Что? И тебе мешают? Да. Я пошла монтироваться. А чай пить кто будет? А я с чаем буду монтироваться. О, машу не идет. Мама, садись. Она за великом бросилась. Да? А мне послышалась бабуля. Я побежала на выручку. Не трогает она велик. Не знаю. Борис говорит, боюсь даже подходить. Кошка, говорит, кидается. Не подходи. Да я тебе сейчас. Ну-ка кыш отсюда. Я тебе пошиплю. Вот. А то она шипеть мне будет. Воды-то нет. Пошли, Женя. Шипеть она еще будет. Воды-то надо ей налить. Кошка шипит. А? На, наливай. Я ей сказала, кыш и все. Это она. А она зашипела и убежала. Котенка бросила. А, не знаю, бросила она его, нет? Будет она на меня шипеть. Мы ее кормим, она шипит еще. Никто не трогает ее, котенка. Да, мам? Че? Кошка шипит. Че? Где она? Там. Посмотреть? Иди посмотри. Не вздумай руки к ней тянуть. Любишь ты это дело, руки тянуть. Ты думаешь, если она тебе около миски давалась погладить, то она и сейчас, что ли? Подожди, подожди, осторожно. А, вот котеночек сидит. Смотри. Мам, осторожно, только не трогай его. Нет. Пусти мне ляпочка. Жене нельзя. Че мы хорошие. Жене нельзя, сказано. Нельзя. Че мы хорошие. Мы здесь, иди сюда. Нельзя, Женюк. Женя, нельзя. Мам, не ходи, ты кошку пугаешь. Ну вот куда ты пошла? Мам, отойди, пожалуйста. Женя, нельзя. Нельзя, Женя. Так, ушла отсюда. Вот. Все, пойдемте отсюда. Иди кушай, иди кушай. Иди. Иди, 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 иди. Осторожно, осторожно, мама. Угу. Кушай, кушай. Никто тебя не трогает. Кушай, глаза как у тигра. И водичку тебе налили. Пойдем, мама. Угу. Пойдем. Женя, иди сюда. Пошли. Вот, Женя, молодец. Не надо их трогать, Женя. У них своя семья, у нас своя семья. Да. У кошки есть основания не доверять, значит. Да. У нас уже наступил вечер, все покушали. Алла пошла ходить. После Аллы пойдет ходить Борис. После Бориса пойду ходить я, только сначала маму надо одеть в штанишки и в кофточку. Мама, иди одеваться. Иди на скамеечку, садись, одеваться будем. А у нас вот так незаметно наступил вечер. Борис что-то косит. Травку немножечко ручной косилочкой, ножничками. Мама, как всегда, обирает цветочки. И у нас очень сильно шумит шоссе. Уже стрекочут кузнечики, как будто бы август. А на этом все, мои хорошие. Я сегодняшний влог хочу закончить. И хочу... Ой, как шумно. И хочу пожелать вам всего самого-самого хорошего. Самого доброго. Самое главное, берегите свое здоровье. Небо чистое. Завтра будет жарко. Дети сегодня купались в бассейне. Мы как-то не рискнули, но дети более смелые. А на этом все, мои хорошие. Всем-всем пока-пока.